В эфире новости в студии Светлана Федодеева. Здравствуйте. И вот о чем я и мои коллеги расскажем в этом выпуске. Дождь прошел, жалоб пока от жильцов в верхних этажей не поступило. Прошла проверку дождями. Жильцы 21-го дома по проспекту Победы принимают отремонтированную кровлю. Незаконная торговля на так называемом Сталинградском рынке. Чем опасна такая ситуация для жителей ближайших домов и какие еще проблемы выявлены на стихийной торговой площадке? Бадем или миндаль. Это говорило о женском начале. Тюльпан, цветок тюльпана, это мужское начало. Особенности национального единства. Как встречают гостей и что необычного в крымско-татарском костюме? Итак, начнем. Губернатор Дмитрий Овсянников подписал указ о действующем гербе и действующем флаге Севастополя и повторно внес в городской парламент соответствующие законопроекты. Об этом сообщили на официальном сайте правительства города. До принятия законов допускается использование действующих герба и флага в качестве официального символа Севастополя, государственными органами, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями. Напомним, Дмитрий Овсянников впервые внес на рассмотрение в ЗАГСобрание проекты о гербе и флаге города 8 июня. В том же месяце на сайте правительства провели опрос. 79% респондентов выступили за сохранение действующего герба. Однако ряд парламентариев проигнорировали мнение своих избирателей и 20 июля отклонили законопроект. Также Дмитрий Овсянников оценил качество ремонта кровли 21-го дома по проспекту Победы. В приемке участвовали и сами жильцы. Крышу здесь отремонтировали за полтора месяца. При капитальном ремонте использовалась инновационная технология ПВХ-мембраны. Покрытие обладает отличными гидроизоляционными характеристиками. Срок службы таких кровель около 30 лет. Отремонтированную крышу увидела и наш корреспондент Елена Карнаухова. Девятиэтажный многоквартирный дом по проспекту Победы 21 был построен в 1998 году. Несмотря на относительно молодой возраст, здание требует капитального ремонта. Крыша протекала во время дождей, а текущий ремонт проблему не решил. После таких хороших дождей протекала жалоба. Были 33-34 квартиры, но это последние этажи. Протекала и ниже, и протекала даже откуда-то в лифтовую шахту. Самый первый ремонт сделали на 33-й квартире. Вот однокомнатные квартиры. Подняли плиты, там все перекроили, все переделали. Но в одном месте закончили, там не протекало. Другие жаловаться начали, но на другие уже не хватило. Сказали, тогда не хватило средств. А потом вот уже пришли и сказали, что мы будем у вас делать крышу. Работы по капитальному ремонту кровли начались в начале сентября и длились полтора месяца. Рабочие демонтировали старые плиты, сделали полную стяжку, выровняли кровлю, постелили геотекстиль и нанесли финишный слой – ПВХ-мембрану. Покрытие обладает высокими гидроизоляционными свойствами. Срок службы – не менее 30 лет. В жару она не будет нагреваться, она имеет эластичность, она не трескается, не будет трескаться. В принципе, воду она держит хорошо, лучше рубероид, у нее швы не расходятся, все пропаяно, она паропроницаемая, излишнюю влагу удаляет из себя. Площадь отремонтированной кровли – почти 350 квадратных метров. Стоимость выполненных работ – 847 тысяч рублей. Оценить качество ремонта приехал губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников. Если в прошлом году я в основном сталкивался с крышами, изготовленными по одной технологии, напылением, в этом году я вижу здесь использование другой технологии. В любом случае, приемка дома происходит вместе со старшим по домам. Жильцы уже успели оценить качество ремонта. Кровля успешно прошла испытания дождями. Дождь прошел, жалоб пока от жильцов верхних этажей не поступило. В целом, в этом году по программе капитального ремонта многоквартирных домов запланирован ремонт 209 объектов, 91 из них – крыши. На сегодня уже отремонтировано 84 объекта, еще 125 – в работе. Алифтина Игнатьева, Елена Корнаухова, Александр Тарасенко, информационный канал Севастополя. А мы продолжаем следить за тем, как проходят слушания по бюджету на 2019 и последующие два года. Уже третий день в парламенте Севастополя идет работа над основным финансовым документом города. Напомним, депутаты заслушивают представителей ключевых министерств и ведомств, которые участвовали в подготовке проекта закона. Одним из первых вопросов в повестке дня – обсуждение расходов на аппарат законодательного собрания. Эта структура обеспечивает хозяйственные нужды депутатов. Правительство области предложило урезать в следующем году расходы аппарата на 70 миллионов рублей и перенаправить их на другие нужды. А как встретили это предложение парламентарии, расскажет наш корреспондент Марина Кравцова. Сейчас она на прямой связи со студией. Марина, здравствуй. Тебе слово. Здравствуйте, Светлана. На третий день в законодательном собрании идет обсуждение бюджета Севастополя. Сегодня никто не препятствовал съемке. Нас пустили в зал заседания. Напомню, инцидент, который произошел вчера, представителям СМИ разрешили только протокольную съемку. А с самого обсуждения главного финансового документа, так важного для каждого севастопольца, журналистов попросили удалиться. Многие депутаты вчера не хотели давать нам комментарии. Сегодня ситуация иная. Нас пустили полностью на съемку заседания. В итоге обсуждали сегодня депутаты финансирования общественной безопасности, избирательной комиссии Севастополя, управления мировых судей. Все бюджетные распорядители на вопрос депутатов, довольны ли они теми параметрами, которые заложены в бюджет, говорили, да, довольны. Единственное возражение возникло у аппарата законодательного собрания. Не удовлетворены были исключением статей расходов на капитальные ремонты двух зданий. Одно из них принадлежит аппарату законодательного собрания, а второе – это то, где и находится законодательное собрание само. Но, как отметил заместитель директора департамента финансов, в условиях собственных доходов бюджета Севастополя деньги более необходимы на такие социальные моменты, как ремонты поликлиник, ремонты школ и тратить деньги на ремонты для органов власти сейчас нецелесообразно. Причем, отмечу, что на ремонты помещений правительства денег в бюджете тоже не заложено. Очень много к аппарату законодательного собрания вопросов возникло у самих депутатов. В частности, обеспечение деятельности парламентариев наших, то есть предоставление им элементарных констоваров и связи, как пояснили депутаты, в прошлом году они этого не увидели. Но это был единственный, наверное, такой острый вопрос, который вызвал бурные обсуждения. Но, в принципе, достаточно гладко идет заседание. На все вопросы депутатов представители правительства отвечают очень четко. Мы пообщались с Татьяной Вусатенко, которая сказала, что бюджет составлен очень хорошо и есть, конечно, перспективы, что он будет принят вовремя и Севастополь получит возможности для развития в следующем году. Давайте послушаем, что нам сказала Татьяна Вусатенко. Третий день уже идут слушания. Как они проходят? Ваши впечатления? Были ли сложные моменты? Либо все достаточно гладко идет? Вы знаете, несмотря на такое удивительное, другого слова не подберу, заключение контрольной счетной палаты, мы уже вам говорили, когда они заявили на публичных слушаниях о том, что 12 миллиардов не имеют под собой правовых оснований, расходы нашего бюджета, то все-таки уже три дня идут заседания бюджетной комиссии. Я думаю, что в первом чтении мы все-таки принимаем данный проект закона. Департамент финансов дает и сами главные распределители бюджетных средств. Достаточно толковые пояснения и многие вопросы снимаются. Но на мое такое глубокое ощущение особых рисков для непринятия такого важного финансового документа в первом чтении в Зале Законодательного Собрания нет. Впереди еще предстоит рассмотреть финансирование управления потребительского рынка и лицензирование, а также финансирование наших муниципалитетов. В этом году денег им добавят на исполнение переданных государственных полномочий, в частности, это ремонты внутриквартальных дорог, строительство детских площадок. Вот эти кучи вещи, которые каждый севастополец видит, рядом с которым он живет, вот то самое необходимое. Ну, хочется, конечно, услышать, как депутаты отнесутся, поддержат или будут, опять же, вопросы. Мы будем следить за развитием ситуации и в следующих выпусках обязательно расскажем подробнее, как прошло обсуждение бюджета специальной комиссии. Светлана, вам слово. Спасибо, Марина. Правительство региона подготовило бюджет социальной направленности. Расходы на соцсферу в 2019 году должны быть больше, чем в этом. Немалая часть средств по плану Кабмина пойдет на зарплаты бюджетникам. Также предусмотрено выделение денег на льготы, в том числе пенсионерам и ветеранам. В гостях у одного из них побывала и наша съемочная группа. Ветеран Великой Отечественной войны, участник штурма Берлина и взятия Рейхстага Виктор Иванович Исаев. На его груди висят шесть орденов и около 50 медалей. Ветеран стопроцентный льготник, ему не нужно платить заряд коммунальных услуг и проезд в общественном транспорте. Виктор Иванович получает военную пенсию и соцвыплату как участник боевых действий. В принципе, на жизнь хватает, но что будет дальше? Примут ли бюджет и сколько средств выделят на ветеранов? Я считаю, что при решении любого вопроса, особенно бюджета, это должно быть открыто для журналистов и для лиц, которые не всех, кто хочет, а для лиц, которые могут что-то решать по линии печати, по линии телевидения. И вот то, что внутри это происходит, это должны знать, конечно, все должны понимать. В следующем году пожилые люди, ветераны, многодетные семьи и другие незащищенные слои населения должны получить социальную выплату больше, чем в 2018-м. И в проекте главного финансового документа это предусмотрено. В проекте бюджета по Департаменту труда и соцзащиты на 2019 год предусмотрено 2 миллиарда 765 миллионов рублей. Основные параметры бюджета на 2019 год увеличены по сравнению с 2018 годом на индекс потребительских цен. В среднем это 4,3%. Принять бюджет в ближайшее время принципиально важно. От этого зависит качество и уровень жизни всех севастопольцев. Светлана Федодеева, Андрей Глушенко, информационный канал Севастополя. А теперь поговорим о стихийной торговле в городе. Часть нестационарных объектов, которые находятся на так называемом Сталинградском рынке, расположены там незаконно. Об этом заявил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников. Речь идет о том, что в наличии нет документов на организацию ярмарки, расположенной на этой территории. Подробности далее. Стихийный рынок здесь был организован еще в начале 90-х годов. Нестационарные торговые объекты располагались на дороге Дублёре, проспекта Героев Сталинграда, по которой местные жители проезжали, чтобы попасть к себе во двор. Но затем здесь появились ларьки и киоски с продуктами. Не могу комментировать, каким образом на проезжей части дороги можно организовать ярмарку. Соответственно, уже много лет никаких документов на организацию ярмарки здесь нет. Но отсутствие документов – это не единственный вопрос представителей городских властей к администрации рынка и предпринимателям. Сейчас мы разбираемся, департамент городского хозяйства, каким образом у них до сих пор было подключено электричество здесь. Это явно незаконный способ, потому что, еще раз повторюсь, объекты находятся незаконно. Поэтому, каким образом с ними заключили контракт на подключение электричества, тоже самое будем разбираться. Некоторых местных жителей больше волнует не вопрос законности размещения нестационарных торговых объектов, а тот факт, что за ларьками находятся жилые дворы. Туда, по утверждениям жильцов, затруднен проезд экстренных служб, пожарных машин, кареты скорой помощи и других. Пожар был на девятом этаже, невозможно было с той стороны заехать машины, потому что там все закрыто. Отсюда заезжали, выбивали, но это же все время. Два раза у нас сбивали машины маленьких детей. У нас вот такая кипа документов посланных было по всем инстанциям. На первом этаже был пожар, не могли подъехать с той стороны. Ну, в общем, нас этот рынок не устраивает. Мы не против рынка, но не на этом месте. О существовании дороги дублера многие забыли. За ларьками проезжей части и не видно. К тому же из-за активного движения газового транспорта, который подвозит продукты к торговым точкам, во дворах разбиты дороги. И элементарно пройти к своему подъезду для жителей становится проблемой. Святослав Данилов, Александр Тарасенко, информационный канал Севастополя. 4 ноября в России отметят День народного единства. Этот праздник символизирует сплоченность народов. При этом каждый из них отличается своими культурными традициями. Одна из особенностей крымского полуострова – многонациональность. Здесь проживает более ста этносов. У каждого свои традиции и обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Как встречают гостя и выдают замуж крымские татары, узнала Катарина Вербицкая. Знакомство с коллективом народного крымско-татарского ансамбля «Ахьяр» начинается с ароматной чашечки кофе. Для них эта церемония – важная составляющая национальной культуры. Говорят, каждая крымско-татарская хозяйка владеет уникальным рецептом приготовления кофе. Его передают из поколения в поколение. Варят напиток в медной джезве и разливают в маленькие чашки. Традиционно кофе подают конфеты или вспененный сахар – парварду. По традиции его макают в напиток, а затем запивают. Сейчас до сих пор соблюдаются традиции – это келинг-хавеса. То есть идем к невесте на кофе, на русский перевести. После свадьбы, после всего происшедшего обряда, то есть всей трапезы и всего праздника, на следующее утро, рано утром, родственники, друзья, все собираются к жениху и невесте в дом, где невеста обязательно подает и варит всем кофе. Так проверяется качество хозяйки. Еще одна особенность татарского народа – костюм. Правда, в национальную одежду сейчас одеваются только артисты. А раньше наряд мог многое рассказать о человеке и его статусе. В основе женской одежды преобладали синие, красные или фиолетовые цвета. Жилет или халат девушки расшивали сами – золотой или серебряной нитью. Узоры также рассказывали историю. Вышитый миндаль говорил о женском начале, а тюльпан – о мужском. Если парень хотел взять определенную девушку в жены, он отправлял к ней платок. И если девушка была согласна, она отправляла расшитый золотыми нитями платок в ответ, что говорило о ее согласии выйти за него замуж. Только после этого отправляли с плотов. Каждый праздник у крымских татар – это не только изыскный стол, но и веселье. Любое торжество заканчивается танцами. На праздниках пляшут национальную хай-тарму, а свадьбу завершают хораном. А узнали об особенностях крымско-татарской культуры. Катарина Вербицкая и Деливер Меджитов. Информационный канал Севастополя. Зоологи напомнили об осторожности при кормлении белок в парках. У этих животных острые зубы и непредсказуемое поведение. Как и все грызуны, белка может переносить опасные для человека заболевания. После укуса зверька необходимо срочно обратиться к врачу. А кормить белок лучше семечками, сушеными фруктами и любыми нежаренными и несолеными орехами, кроме миндаля. И в завершении выпуска о погоде. Сегодня в Севастополе переменная облачность без осадков. Температура воздуха плюс 18 градусов. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 80%. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. На этом у меня пока все. Еще больше информации на сайте xtv.ru. Телефон редакции 54-51-12. Для вас работала Светлана Федодеева. Хорошего дня и до встречи в эфире. Светлана Федодеева Корректор А.Егорова Светлана Федhogи Корректор А.Егорова Светлана Федодеева Корректор А.Егорова Продолжение следует...